Где мы? Мы находимся в Финистере, в ресторане Трес Гольпес. Три удара. Постучали мы в дверь, нам открыли и предложили вот такой ужин, но обед. Типичный галюсийский обед. Посмотрите, мы заказали перш-себесов, которые мы уже видели на пляже кафедральных соборов. Далее здесь есть ножички. Они называются именно потому, что имеют форму ножа. Крабы, лобстеры, креветки. И все это поливается соком лимона для того, чтобы сделать путь более ярким. И сейчас мы попробуем. Наконец-то мы попробуем персебеси. Никогда не пробовала, ребят. Никогда. И в общем так персебес у нас выглядит. Поэтому называют их гусиные, утиные лапки, потому что они похожи на ножки. Это на клювики. И делается так. Открываем. Я видела это, как делается. Вот достаем. Честно говоря, никогда не пробовала. Я не знаю, как это. О, о, ой! У меня что-то вынесло. И пробуем. Вкусно. Похоже... Я не знаю, на что похоже. Похоже на моллюска. Более мясистый. И напоминающий мне больше видео. Буэн провече. В путешествии по Галиции вы можете обратить внимание на кресты, которые расставлены в разных местах. Эти кресты имеют свою историю. Большое количество. Более. Более 12 тысяч. А вообще говорят, что их около 15 тысяч по всей Галиции. Эти кресты символизируют очищение от духов. Их ставили в таких местах, где перекресток, вблизи церквей, вблизи кладбищ. И хочу сказать, что люди верили, что эти кресты отгоняют злых духов. И тем не менее, я могу еще добавить, что под этими крестами хоронили младенцев, которые не успели принять причастие и не имели возможности быть похороненными на кладбище. Поэтому эти кресты несут некую тайность. Возможно, даже под этим крестом есть захоронение. На самом деле, этот крест здесь поставлен, потому что здесь именно находится вход в храм. Находился вход в храм Святой Марии, который начинает свою историю аж с 17 века. Его начали возводить в 17 веке. И дополняли, с годами все более и более достраивали. Он построен в барочном стиле, с примесями готики, я бы сказала. Здесь можно поставить перегрим и здесь ставить свою печать. Потому что здесь проходит путь перегримов, и они обязательно должны здесь пройти, потому что им поставят печать. И когда они достигнут садия годы Компостелла, они должны показать вот этот свой документ с печатями, что они прошли вот этот длинный путь, чтобы получить вот тот сертификат, который мы вам показывали. Здесь, посмотрите, можно поставить печать перегримом. Тут же написано, что месо перегримов начнется в 6 часов вечера, чтобы они помогли, помолились о своем пути, чтобы он был легким. И позади меня сидит сам священник в одиночестве. Я здесь потому, что никого нет, а храм оказывается действующий. Это очень неожиданно. Субтитры создавал DimaTorzok Очень старинное красивое здание с необычными фресками. И отсюда мы выходим, сразу попадаем на кладбище. Поэтому этот крест не только значит, что здесь вход в храм, но также здесь присутствует, конечно, и само кладбище. Поэтому кто знает, кто знает, что было под этим крестом. Посмотрите, здесь уже старое, старинное кладбище со склепами. В Пуэрто-Санто можно увидеть табличку. Именно через эту дверь должен пройти перегрим, отстоять месу и уже потом поставить печать, чтобы двинуться дальше по своему пути, пути к Сантьяго. И я хочу сказать, что все это мы видели, все это мы уже знаем. Но самое интересное, что мы сегодня увидели, так есть вот на этой стене. К сожалению, наверное, видно очень плохо, но здесь есть некая спираль, некая ракушка. На самом деле это Коэгэ де Лаока. Это древняя игра, в которую играют до сих пор в Испании, во Франции. И это знак ордена бедных рыцарей Христа. Орден темплариев, которые в свое время вот таким образом отмечали храмы на своем пути, на пути Сантьяго, где они могут остановиться, помолиться, отдохнуть, где они будут защищены. И вот такие вот знаки у нас есть на всем пути, в пути Сантьяго, по всей Галиции. Поэтому, когда вы будете приходить, всегда смотрите внимательно. Возможно, вы найдете еще какой-то древний знак на стенах древнего храма. И здесь мы тоже видим, помимо вот этой таблички, что здесь у нас святая дверь, вот он, штамп темплариев. Этот крест равносторонний, как-то его еще равнолапчатый называют. Крест он был... На самом деле, никто не знает там до конца какого цвета. Вроде белый с красным, красный с черным. Но вот такие вот у нас штампы, знаки креста находятся на каждой стороне храма. Погу сказать. Здесь тоже есть крест. Поменьше, видно его плохо. Ну и, конечно же, Пуэрто-Санто, чтобы путники не заблудились. И один человек нам сказал, который работает на кладбище, что когда зайдем на колоннах, мы можем увидеть дьявола с высунутым языком. Это тоже уникальная колонна, потому что она единственная здесь. И только здесь, во всем храме, можно увидеть... Смотрите. Голова, язык. Тут, кстати, нашли символ пути Сантьяго, святого пути Якова, ракушку. Кто-то оставил. Потому что, если вы присмотритесь к фигурам святого Якова, самого Сантьяго, то заметите, что он тоже имел такую ракушку, носил ее. И все паломники тоже сам покупают, приобретают, вешают на грудь, на сумку. У меня даже вот эти сележечки купила в виде ракушечки. Потому что это символ пути святого Якова. Таким образом, можно путника, паломника узнать именно по такой ракушке, которая у него висит. А мы находимся на рыбном рынке, который здесь же в порту. То есть с утра эта рыба еще плавала в океане. А сейчас она уже лежит здесь и ее продают. Но здесь продается именно способом аукциона. Начинают с высокой цены и далее уже начинают спускать цену. И кто успел поймать эту цену, и уже продано. Сюда приходят шеф-повара местных ресторанов, конечно же, жители. И можно выторговать очень интересную цену за ящик рыбы. Все очень происходит быстро. Аукцион, он просто с такой скоростью, что мы даже не успеваем слышать эти цифры. Люди, которые здесь занимаются покупкой, они быстро реагируют на цены покупать самую лучшую рыбу. Здесь мы сразу видим этих трудяк, этих рыбаков, которые сейчас складывают уже сети. Они с самого утра сегодня ловили рыбу, привезли ее сюда. И я думаю, что это уже как бы можно назвать окончанием их рабочего дня. Мы видим полный процесс. И теперь мы вам показали, где заканчивает свой путь рыба. Мы поели в ресторане, в вкусном ресторане. Именно там заканчивает свой путь рыба из этого Атлантического океана. После того, как мы вкусно пообедали в ресторане, пора насладиться еще и прогулками на катере. Катеры здесь можно также арендовать. Можно взять какой-то маленький катерок на 8 человек. А мы взяли вот такую лодочку, где помещается большое количество людей. Цена вопроса 18 евро за взрослого, за ребенка до 14 лет 10 евро. И нам обещают интересную прогулку. В течение двух часов мы будем колесить по просторам океана вдоль берега, вдоль мыса. Доплывем до маяка, я надеюсь, вроде как бы так обещали. До самого маяка Финистере. И вернемся. Также нам обещали какие-то тапосы, напитки, музыку. В общем, все включено. Это у нас ночной рейс. То есть мы увидим закат. Называется «Увидь закат». В 8.30 он отчаливает от порта. Поэтому наслаждаемся вместе с нами. Итак, мы попробовали типичную испанскую тортилью. Нам принесли еще пирог с мидиями, михионцами. Может, алисийский пирог с овощами и мидиями. Я еще не пробовала. Сейчас я тоже скажу вам пока это. Пушненько. Пирог с мидиями. Нам ничего сложного. Мидия, куча овощей. Офигенное, просто офигенное тесто. Очень вкусно. Ну, что могу сказать. Вот такая погода непредсказуемая погода в Галисии. То дождь, то град, то солнце. Только что я нахваливала июлью. В итоге, здравствуйте, приехали. Ну, ничего. Это тоже интересно, потому что мы давно не видели этот град. И, наконец-то, мы его увидели. Все смешалось. Небо слилось с океаном. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Продолжение следует...